Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. Гордость Самары, визитная карточка города, один из самых титулованных коллективов региона «Задумки-45». Свой юбилей детский музыкальный театр отметил грандиозным концертом. Театр «Задумка» вот уже 45 лет воспитывает настоящих мастеров сцены. А для многих танцевальная школа определила выбор будущей профессии. О прошлом и настоящем коллективе и воспитании творчеством поговорим сегодня с бессменным художественным руководителем Театра «Задумка», заслуженным работником культуры Российской Федерации, кавалером Ордена Знак Почета Еленой Геннадьевной-Колотовкиной. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Очень рада приветствовать вас в этой студии. Поздравляю с юбилеем. Дата, конечно, потрясающая, 45 лет. Но вот история театра же ведь началась в 1973 году. Вот тогда в школьном танцевальном кружке занималось всего 12 человек. Да, если вспомнить историю. Первый номер был поставлен из двух па. Вот именно с него ли начинался успех «Задумки»? Да, я думаю, с него, потому что именно с этим номером, где было занято 10 девочек, мы заняли первое место на тогда районном смотре школьной художественной самодеятельности. Это нас страшно вдохновило, воодушевило. Вот. И весной следующего года мы уже обрели мальчиков. У нас уже были грузинские танцы. Мы поехали в Тбилиси на международный фестиваль, успешно выступили. А в 1976 году, на третий год существования, нам присвоили звание образцового коллектива. То есть так быстро уже? Да, так как-то вот у нас все пошло быстро. Успех и признание. Ну, здорово. Вот давайте поговорим о вашем юбилее, о дне рождения. Вот в свой же день рождения артисты у вас были опять на сцене. Юбилей «Задумка» отмечал при полных залах и прошло в театре опера и балета. Вот ваши впечатления поделитесь, пожалуйста. Ну, юбилей – это всегда подведение каких-то итогов и, естественно, планов на будущее. Ну, я думаю, что мы хотели с педагогами, чтобы это был праздник. Чтобы был праздник прежде всего для детей. Для родителей, для зрителей, которые придут к нам. Мы подготовили большую концертную программу, два новых спектакля. У нас был наш традиционный чебурашник, ну, это так мы называем, в общем-то, капустник, где принимают участие все наши дети и их родители. И последний, завершающий у нас был вечер встреч выпускников и концерт выпускников. Самое такое трогательное, самое доброе, может быть, самое душевное мероприятие. Поэтому мы гуляли, пировали три дня. С большим успехом. И мы, я думаю, что по отзывам всех, кто был на наших праздниках, праздник удался. А давайте посмотрим сюжет как раз мероприятия. С удовольствием. Вспомним, да, как раз те эмоции, впечатления. Внимание на экран. Евгений Лаптев в детском музыкальном театре «Задумка» с пяти лет. Сейчас ему 24, мечтает стать великим хореографом. И уже не только сам танцует, но и преподает детям. Всего себя отдаю работе и посвящаю себя детям. Я очень люблю с ними заниматься и развивать их, готовить, подготавливать. То есть это безумно такая трепетная работа. Детский музыкальный театр «Задумка» отметил свое 45-летие. Коллектив дает по две сотни концертов в год. В «Задумке» сейчас почти 500 артистов. Репертуар театра включает 10 полноценных спектаклей и более 100 современных народных и эстрадных танцев. С днем рождения «Задумку» поздравила глава города Елена Лапушкина. Этот коллектив стал по-настоящему добрым, ярким и очень значимым брендом Самары. Мне очень хочется, чтобы этот коллектив еще долгое-долгое время шел с задумкой по жизни, завоевывал все новые сценические площадки страны и мира. Встретить артистов театра можно на всех крупных праздниках Самары, таких как День города и День Победы. За годы своей работы театр «Задумка» завоевал множество наград самых престижных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Галина Геннадьевна, ну, безусловно, конечно, вы вкладываете очень много сил, очень много финансов, не побоюсь я этого слова. Ну, а расскажите, пожалуйста, а вот какая обратная сторона успеха? Ну, успех невозможен прежде всего без труда, потому что все легко и хорошо смотрится, когда приложен определенный труд, когда со стороны и детей, и педагогов, и родителей, и помощников, правильно вы говорите про финансы, если бы нас не поддерживала наша администрация города, то, конечно, бы мы не могли, может быть, одеть такие красивые костюмы, не могли бы столько ездить. Естественно, это большая поддержка и помощь. Ну, и, конечно, это мозги. Мы недаром называемся задумкой, как корабль назовешь. Когда ребенок говорит, вот у меня я стараюсь, у меня не получается. Я говорю, а что конкретно ты стараешься делать? Просто стараться, не прикладывая при этом голову, не задумываясь, что ты стараешься, результаты не будет. Надо конкретно стараться делать что, как, зачем, почему. То есть, когда человек думает, у него всегда все получится. И, естественно, любовь. Потому что, вот, Женечка, наш молодой педагог, ведь сказал, что он трепетно и с любовью относится к детям. Наши все педагоги, несмотря на так кажущуюся строгость, понимаете, дисциплину, они все очень любят свою работу, очень любят детей. Без этого невозможно работать с детьми. И дети, вот, почему они такие яркие на сцене, почему они эмоциональны, почему они всю свою энергетику, всю свою душу, все, что вот они переживают в танце, отдают зрителям, потому что они любят то, чем они занимаются. Без любви, без вот такой отдачи, без такой самоотдачи невозможно, в общем-то, творчество, невозможно искусство. Поэтому вот эти составляющие есть. Я хочу очень о вас попросить, чтобы вы рассказали о коллективе, который сейчас преподает. И вообще, что сейчас театр-задумка? Если раньше начиналось все с небольшого количества детей, сейчас это огромный коллектив, это педагоги, это штат сотрудников, потому что вывести на такой профессиональный уровень коллектив, это, конечно, невозможно. Один в поле не будет, да? Да, естественно. Расскажите вот об этом. Да, потому что вот, ну, понятно, что художественный руководитель, там, основатель, все понятно. Но когда-то я справлялась совсем одна. Ну, например, была молодая, энергичная, потом меньше ставились задачи, и меньше было проблем, и как бы можно было одной. Сейчас я вот своей главной заслугой считаю, что это создание именно такого большого творческого коллектива сотрудников, потому что нужно создать свою команду. Мы, у нас получилось, мы создали команду. Люди, которые приходят к нам в театр, они, если остаются, то остаются надолго, потому что, ну, я уже сказала, что это и огромная любовь к детям, и огромная трудоспособность должна быть. У нас коллектив, творческая его часть, состоит из, так сказать, опытных мастеров своего дела, которые многие работают с самого первого дня. Вот у меня Татьяна Юдина и Сергей Андреев, это первые воспитанники, они первыми пришли с первого дня в задумки, как ученики, потом уже как педагоги. Алла Николаевна, это третий выпуск, Виктор Васильевич пришел к нам в 82-м году. То есть, представляете, сколько лет люди работают? Вера Александровна, у нее сначала сын занимался, потом она уже, не знаю, 20 с лишним лет, 25 лет в школе, она уже 25 лет работает. На одном месте. Это вот наша основа. И это обязательно молодое поколение, обязательно должна быть молодая кровь. Это креативные, молодые наши педагоги, это наши выпускники, как Анастасия Евгеньевна Кривашева, она пришла из другого коллектива, выпускниц нашего института, но она уже настолько наша. Вот. И это обязательно сейчас, кроме творческой части, это наша, так сказать, административно-хозяйственная огромная часть, которая помогает нам во всем. Потому что это действительно большой коллектив, развивающийся, постоянно требующий и кушать, и одеться, понимаете, и обуться, и масса-масса всяких хозяйственных вопросов. И это наши администраторы по поездкам, потому что, если раньше я сама бегала по кассам, брала билеты, звонила там в другие города, договаривалась о каких-то гастролях и поездках, то сейчас занимаются люди, мои заместители, которые конкретно занимаются поездками, и вот с утра до вечера они там на телефоне. Это огромная, на самом деле, работа. То есть каждый на своем месте, каждый занимается своим направлением. Да, да. Каждый винтик, каждый шпунтик, понимаете, он вот как механизм. Что-то разладится, все, встанет, не поедет. Это огромный, хорошо смазанный, хорошо работающий, хороший машинистный механизм. Елена Геннадьевна, ну, сейчас немножечко поутихла эта тема. 2018 год, конечно, не секрет, да? Это год чемпионата мира по футболу, и ваш коллектив, конечно, принимал участие на открытии и так далее. Вот как вы подошли к этому мероприятию? Как готовились? Ведь честь для коллектива? Обязательно. Во-первых, мы сделали спектакль «Приключения футбольного мяча», потому что, ну, оказалось, что, да, мы знаем чемпионат мира, но не все-то мы про него знаем. И много интересных фактов наши режиссеры откопали, много интересных фактов мы в своем спектакле показали. И потом, ведь чемпионат мира проходил в разных странах, а это, прежде всего, искусство и творчество тех стран, где проходил этот чемпионат мира и пришел к нам в Россию. Поэтому и наши дети, и зрители наши познакомились с творчеством тех стран, где проходили чемпионаты наиболее яркие, значимые чемпионаты мира. И, в общем, получился у нас очень хороший спектакль, который с большим удовольствием смотрели. И мы его в Москву возили даже, в концертный зал Минчайковского показывали, получили очень хорошие отзывы. Ну и, естественно, на открытии нашего нового прекрасного стадиона мы тоже принимали участие. И детям это было, ну, я думаю, и очень ответственно, очень почетно. И так, знаете, о них пробило, проняло. У нас есть кадры, Елена Геннадьевна. Давайте посмотрим все вместе. 2018 год запомнится нам навсегда. Чемпионат мира по футболу, прошедший в России, стал для нашего города настоящим праздником. Самара похорошела, повеселела и прославилась на весь мир. И, конечно, детский музыкальный театр «Задумка» никак не мог остаться в стороне от этих поистине исторических событий. Юные артисты принимали участие и в открытии нового стадиона «Самара-Арена», и в торжественной церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля болельщиков на площади Куйбышева. Инна Геннадьевна, ну, конечно, не секрет, что за 45 лет через «Задумку» прошли сотни детей, и у каждого свои возможности, свой характер. И уже, конечно, став родителями, это действительно так, они приводят уже своих детей к вам. Вот можно ли сказать, что у поколения «Задумки» все-таки другое, более творческое, душевное, может быть? Ну, не знаю, уже приводят не только детей, но и внуков. Да, уже приводят внуков. Вы знаете, дети, они всегда остаются детьми. Другое дело, что, конечно, поколение уже много достаточно сменилось. У нас 28 выпусков. Считаю, что первый выпуск был через 10 лет после начала нашего существования. Ну, сейчас дети более прагматичные, более, может быть, погруженные в какой-то мир интернета, гаджета, вот все. Раньше дети, у них не было, была одна-две программы по телевидению, была улица, и не было школы, в которой они все бы вместе учились. Они приходили с удовольствием во дворец культуры «Звезда», собирались, общались, разбегались, вот, каких-то поездок столько не было. Вот дети были, может быть, более, понимаете, наоборот, открыты и радостные, потому что для них каждое занятие – это было такое радостное событие. Сейчас все-таки они каждый день в школе вместе учатся, немножко друг к другу привыкают, вот, и более, как бы, дети, мне кажется, они гуляют, они более такие вот сконцентрированные, и учеба у них, английский язык на первом месте, потому что у нас школа с углублением английского языка, что, кстати, очень хорошо и полезно. И они у нас очень хорошо, в общем-то, дети учатся, мы их тоже за это, так сказать, следим очень строго, чтобы они учились, они принимают участие во всех олимпиадах, во всех, там, всевозможных научных конференциях и так далее. Вот, потому что… То есть дети задумки в общеобразовательных предметах… Они учатся нормально, хорошо. Учатся хорошо, да? Ну, первых своих возможностей, но учатся хорошо, потому что образование – это, в общем-то, самое главное, я считаю, в жизни образования, нужно получить высшее и хорошее образование. У нас они поступают во все вузы, и в Москву, и в Питер, вот сейчас уехали пять человек с выпуска учатся в Москве. Поэтому это сто процентов самое главное. Конечно, конечно, они у нас все учатся. Но, понимаете, дети в любом, мне кажется, поколении в любом возрасте, у нас гиперактивные, потому что иные не приживаются. Дети любознательные, дети шустрые, дети энергичные, может быть, не всегда послушные, но всегда веселые. Потому что творческие. Да, потому что творческие. И они, в общем-то, такими остаются, мне кажется, всегда. В любом поколении, в любом возрасте. Родители меняются. Да, может быть, родители немножко тоже другие стали. Потому что прежнее поколение родителей, вот первые родители, они больше внимания уделяли, я считаю, детям. Больше силы, больше времени могли уделять. Сейчас родители заняты больше, ну, зарабатыванием денег. Что говорить, да, да, вот, меньше возможностей у них быть, может быть, с детьми. Хотя, хочу сказать, что наши родители все равно. Мы как бы воспитываем, мне вот недавно одна коллега сказала, что вы, была у нас на юбилее, приехала из Москвы, и говорит, вы знаете, Елена Геннадьевна, вы воспитываете не только детей, вы воспитываете родителей. Потому что вот эти совместные праздники, эти чебурашники, это поездки. Скажите, что это за чебурашники? Ну, это мы так называем, по-другому это называется, может быть, капустники. У нас это было три года, когда было коллектива, мы отмечали день рождения. Тогда были популярны чебурашка-каркодилгена. У нас открыл это мероприятие чебурашка, и, в общем-то, так у нас чебурашник, мы это и называем. Да, это такие веселые праздничные мероприятия, где дети рассказывают о своей жизни в задумке так, как они это видят. Вот, они придумывают всякие сценки, поют переделанные песни, сочиняют там все, что угодно, и вместе с родителями. Родители с удовольствием танцуют те танцы, которые исполняют их дети. И такие у нас есть артисты-родители, что, знаете, просто иногда удивляешься, да. Все это очень весело. И находит же время, и силы, да, и делай. Да, и я даже не знаю, когда все это репетируют. Удивляюсь, всегда смотрю, получаю прям удовольствие, и, не знаю, мне это очень нравится, потому что это такой еще один вот аспект нашей жизни, который, я считаю, немаловажный. Ну, конечно, нашу программу мы не могли провести без показа сюжетов, номеров, задумки. Что сейчас, как вы сейчас? Давайте посмотрим на ваши совершенно замечательные выступления детей разных возрастов. Субтитры сделал DimaTorzok Елена Геннадьевна, хотелось бы с вами сейчас вот затронуть такую немаловажную тему. Вот, кстати, к слову о творчестве. Вот сейчас в школе нельзя купить билет в театр. Вот хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Ну, вот там ли ищут коррупцию действительно? Ну, я считаю, что это и не только я, и все руководители, все художники, директора театров. Я могу сказать сто процентов, считают, что это абсолютно, на наш взгляд, неверный подход к делу. Потому что какая коррупция может быть? Цена на билеты у нас, не знаю, самые-самые вообще реальные. Тут, как говорится, нечего украсть. Понимаете, овчинка выделки не стоит. Почему? Мы же, как говорится, очень много сил, времени, здоровья, эмоций, средств тратим на то, чтобы поставить спектакль, чтобы поставить его, чтобы нравилось зрителям, чтобы дети это увидели, родители пришли вместе с детьми. Потому что ведь не случайно сейчас, между прочим, государство задумалось, не случайно следующий год объявлен годом театра, не случайно сейчас партия «Единая Россия» притворяет в жизнь программу развития детских театров. Не просто так. А потому что если мы потеряем зрителя в детском возрасте, если ребенок не привыкнет к тому, что есть театр, нужно посещать театр, нужно смотреть спектакли, нужно просто развиваться, нужно вот открыть глаза и увидеть, что вокруг тебя прекрасный мир, не только вот это вот, вот это вот, а что есть еще общение, есть сопереживание вот такое, понимаете, вот глаза в глаза, потом во взрослом состоянии уже не пойдет театр. Это вот эта ущербность какая-то, вот эта недоразвитость, она потом приводит к тому, что мы говорим, мы потом лечим депрессию, алкоголь, наркотики, то, что суицид. Потому что ребенок, когда он ограничен в своем вот этом развитии, в своем понимании прекрасном в мире, ему скучно. Как может быть скучно, я не знаю. Что такое депрессия, я не понимаю. Мне никогда в жизни не было скучно. Нашим детям никогда не бывает скучно. У них не бывает времени свободного, да, но скучно им не может быть. Понимаете, то же самое, если мы сейчас не привлечем детей в театр, а как? Родители работают с утра до вечера. Взять билет лишний раз, ну как бы, не потому что жалко денег, потому что у него просто нет времени, он замутный. Как раньше было хорошо. Приходил распространитель в театр, классами шли дети, обсуждали потом все это, общались между собой. Прекрасно. А потом опять же ребенок приходит домой и говорит, мам, пап, билеты в театр предлагают, да, конечно. Некогда мне, классами, прекрасно. Они вместе с педагогами ходили, они могли потом провести классный час на эту тему, написать сочинение. Но почему нельзя это сделать? Почему? Какая коррупция? Выход какой-то, Елена Геннадьевна? Ну вот ваше профессиональное мнение. Ну я считаю, что просто нужно пересмотреть этот вопрос, срочно пересмотреть, потому что вкладывая такие средства, физические, моральные, материальные, мы должны видеть отдачу. Мы должны понимать, для кого мы работаем. Это самое главное, чтобы дети пришли в театр. Тогда взрослые люди будут более развитые, более эмоционально, культурно. Это же огромный пласт жизни. Почему мы лишаем детей этого? Непонятно. Не могу с вами не согласиться. Давайте поговорим, на каких площадках города можно видеть ваш коллектив. Вот я знаю, что вы даете отчетные концерты перед жителями города. Вот тоже потрясающая традиция, на мой взгляд. Да, с площадками у нас не очень, как бы, в городе сейчас. У нас нет такой хорошей площадки, где бы мы могли выступать в городе. К сожалению, это большая проблема, и это, в общем-то, все знают, и, наверное, когда-нибудь она решится. Но выступаем там, где есть. Мы выступаем и в КРЦ «Звезда», и во дворце на площади Кирова, и во дворце культуры металлургов, и в Заре сейчас отремонтировано до Казаря. И выезжаем искры, пламя, ну, где возможно. Везде стараемся выступать, потому что... То есть по области тоже возможно. Да, и по области тоже. Вот сейчас нас в Кенель пригласили, в Северский район. Мы стараемся максимально, как говорится, показать публике то, что мы делаем. Какие новинки последние можно лицезреть? Что вот готовите? Новый год, кстати, приближается. Знаете, у нас получился очень интересный спектакль «Вперед на встречу чудесам», потому что он, в общем-то, так креативно сделан. Но он сделан с мультиком. Мы специально для этого нарисовали нам мультфильм. И действие с экраном переносится в зал, с зала на экран. Герой благополучно туда-сюда путешествует. И зрителей очень высоко ценили, им очень понравился этот спектакль. Это очень хороший режиссерский ход, Елена Георгиевна. Да, да, очень интересный режиссерский ход. И он себя оправдал. Спектакль получился такой яркий, детский, какой-то такой вот, не знаю, счастливый, наполненный. И я думаю, что зрители с удовольствием посмотрят. И на Новый год, пожалуй, с удовольствием. Можете сейчас пригласить. Да, на нашем сайте можно узнать, где, когда будет, и прийти. И очень хороший получился у нас спектакль для более взрослой аудитории. Все, что в жизни есть у меня, это как бы по старым песням о главном. С удовольствием. Вы знаете, мне люди говорят, мы весь концерт, ваш весь спектакль пропели все эти песни. Не ползала, пела все эти песни, потому что все это близко, все это сейчас какая-то ностальгия по этим 80-м. И спектакль получился тоже очень добрым, душевным, каким-то таким трогательным, про любовь. Поэтому я думаю, что мы его покажем в канун 8 марта. Вот так. Елена Геннадьевна, но все же тогда где можно приобрести билеты на ваше выступление? Ну, я думаю, что если позвонить по нашему телефону или выйти на сайт, на сайте там все написано, где, когда можно будет приобрести. Мы всегда на сайте пишем, где можно на очередной концерт, на очередной спектакль приобрести билеты. Просто пусть люди не ленятся, заходят на сайт. Группа ВКонтакте у нас есть. То есть везде в обществе в сетях. Самарские родители. Там везде информация есть. Пожалуйста, приходите, будем рады. Ну вот все-таки, возвращаясь к 45-летнему юбилею, все-таки, ну согласитесь, да, очень много уже позади Елена Геннадьевна. Ну, я уверена, еще больше впереди. Да, это действительно так. И сколько у вас наград, в каких только залах России вы не выступали. Вот, ну все-таки для вас как руководителя, что самое ценное за это время? Самое ценное, знаете, это то, какими вырастают наши дети. Потому что я всегда говорю, что мы же не делаем профессиональных артистов. Хотя нам есть чем похвалиться, порадоваться, да. Мы пытаемся сориентировать детей в этой жизни. Пытаемся научить их думать, как я уже сказала, научить их трудиться, научить их отвечать за свои поступки, научить их видеть красоту окружающего мира. Мы, когда едем в поездки, я все время говорю, дети, посмотрите, как красиво, посмотрите, какой закат, посмотрите, какой море, посмотрите, какая архитектура, посмотрите, какие люди. Мы учим их дружить. Они дружат с другими коллективами на фестивалях, они учатся общаться, они учатся быть уверенными в себе и быть красивыми. Потому что приходят к нам дети, знаете, ну, смотрю, ну, дети, дети, как бы обыкновенные дети, самые обыкновенные мордашки. Когда они вырастают, у них внутри вот то, что из них вытягиваешь, вот это их внутренний мир, вот эта внутренняя красота, вот эти глаза навстречу зрителя, эта улыбка, понимаете, они становятся красивыми. Вот эта спинка, которую они держат, как они ходят, как они себя подают. Одно дело, когда ты маленький выходишь, вот вы попробуйте выйти на сцену, когда перед тобой вот этот огромный черный зал, там тысяч человек к народу, и сначала коленки трясутся, сначала ты забываешь, куда идти, а потом они приобретают эту уверенность и удовольствие от этого. И они уже не боятся. Они даже самый, как говорится, может быть, сначала неуверенный в себе ребенок, он начинает понимать, что он что-то в этой жизни может. Он может нести красоту, он может сделать что-то так, чтобы самому было приятно и людям радостно. И вот эта вот уверенность в себе, вот эта какая-то внутренняя такая жизненная позиция, она помогает им жить дальше. Легче, она переносится в жизнь. Да, и когда они приходят выпускниками, когда, как говорится, мы от них ничего уже не требуем, и совершенно нам не надо, чтобы они что-то, ну, может быть, и надо сказали, но они самое главное говорят, не вот как я прекрасно умею танцевать или петь. Нет, это уже потоп. Они говорят спасибо за то, что вы научили нас жизни, что вот мы вспоминаем сложные моменты какие-то, жизнетрудности, может быть, мы вспоминаем задумку, нам легче, мы умеем справляться с ситуацией, мы намного увереннее, намного смелее, намного как бы нам легче в этой жизни, и если мы чему-то вот что-то достигли, и мы что-то умеем, во многом благодаря вот вам, благодаря задумке. Учили стрессоустойчивость, Елена Геннадьевна, это современный термин. Да, уверенность в себе, понимаете, вот этой какой-то смелости во взгляде, и им легче, они проходят быстрее кастинги, они двигаются по службе. И в жизни они более успешны, и я считаю, это самая главная задача, чтобы наши дети вырастали счастливыми, уверенными, красивыми, у них все было хорошо. Вот так любим своих выпускников, когда они приходят, получают такое вот счастье, такой обмен вот этой вот душевной энергией, что после этого еще на пять лет заряжаешься и готов работать еще, 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 да. Елена Геннадьевна, есть сюжет про успехи задумки. Давайте посмотрим. Задумка Самара. Матрос-китарец. Нелегко далась победа на Международной хореографической ассамблее Тэви Дэнс Гран-при в 2015 году. В Оренбург приехало более полутора тысяч человек из пяти стран мира. И задумка получила главный приз – золотой кубок ассамблеи. В том же году на Всероссийском фестивале-конкурсе «Волшебная туфелька в Москве» театр получил Гран-при и звание «Лучший коллектив России». В марте 2017 года, как лауреаты национальной премии в области детского и юношеского танца «Весна священная», артисты задумки приняли участие в спектакле «Лесная сказка» на сцене Большого театра России. А в октябре прошлого года состоялся сольный концерт в двух отделениях на сцене концертного зала имени Чайковского. И совсем недавно, в апреле 2018 года, задумка вновь выступает на сцене Большого театра в спектакле «Красно-солнышко. Искание о князе Владимире». Елена Геннадьевна, давайте все-таки озвучим орг-моменты некие, да? Кого принимаете? Всех ли абсолютно? Как вам можно прийти, попасть на кастинг? Вот я уверена, что по ту сторону экрана сидит. Очень много родителей, которые хотят своих детей отдать задумку. Нет, вы знаете, всегда слышишь, вот задумку не попасть, очень сложно, очень дорого, ничего подобного. Самая главная трудность – это родителям захотеть. Если родители хотят и вкладывают в ребенка свои силы и время, то ребенок занимается. Мы берем четырехлеток всех. Всех. Ну, только если лишней полноты нет. Потому что тут тяжело, ребенок может надраться. Мало ли что, со здоровьем проблема. А так мы четырехлетних детей берем практически всех. Пятилетних, когда уже приходит пятилетний, мы все-таки смотрим, потому что они, они же присоединяются к четырехлетним, они должны быть более-менее растянуты. У них или должны быть природные данные, или какая-то уже предварительная растяжка. Вот уже в шестилетнем возрасте попасть сложно, но тоже можно. А в первый класс уже все. Потому что первый класс мы набрали в школе 41, там уже надо, как говорится, обладать или какими-то недюжинными способностями, или уже иметь какой-то вот опыт сценический, и просто даже места в классе нет. А четырех-пятилетних детей мы берем, пожалуйста, мы занимаемся для удобства жителей в трех местах города. В Октябрьском районе, на Чернореченской и в промышленном районе, в Арбите. То есть мы тоже все контакты можно будет утащить на сайте задумок, все есть. Да, и в принципе мы даже в течение года добираем, если есть места, кто-то начинает ходить, потом перестает, потому что или ребенок болеет, или ребенку не нравится, или родителям надоедать есть. Места всегда есть, и в течение года мы тоже вот так добираем детей, пожалуйста, приходите, почему нет. Взрослых берете ли вы, и берете ли вы из других коллективов? Из других коллективов брать не люблю и не беру, потому что я считаю, что где родился, там и пригодился. Да, у нас нету какого-то такого, знаете, вот перетягивания канатов, никогда и не было. Мы очень дружим со всеми коллективами, потом там очень много наших выпускников работает, мы друг друга стараемся помогать, поддерживать. У нас, кстати, очень хорошая, я считаю, обстановка в этом смысле в городе. Вот, мы как бы не берем из других коллективов, но бывает, приезжают из других городов. Переезжать в Самару, и вот приходят, если человек по уровню соответствует, мы берем, да. Елена Геннадьевна, ну что же, наше интервью подошло к концу, так быстро пролетело время, с вами, конечно, можно разговаривать бесконечно. Вот в череде поздравительных мероприятий, прошедших в нашем городе, наверняка вы принимали поздравления от первых лиц города, области, России, за рубежа. Но сейчас я хотела бы предоставить слово вам. Что бы вы хотели пожелать всем тем, кто встретил с вами в жизни, имя которой задумка? Я, знаете, я бы хотела пожелать тем, чтобы они были счастливыми, любимыми, чтобы у них все в жизни сложилось удачно, потому что для меня вот эти 45 лет задумки были счастливыми. Около меня всегда любимые люди, любимые родные люди. Поэтому, как говорится, я счастливый человек. Я хочу, чтобы вот все мои дети, все мои знакомые, все, кто любит и знает задумку, также были счастливы. Еще и 45 лет, еще и 45 лет, еще и 45 лет. Спасибо вам большое за очень теплое интервью. Всего самого хорошего, как говорится, долгие лета вашему коллективу. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»